Новое видео выходит каждый день в 20.00 Diamond Roleplay продемонстрировали одному из ютуберов проекта, Роме Диту, раннюю версию лаунчера для проекта. Стоит отметить, что версия, которую получил Рома, находится в раннем тестировании, и еще достаточное количество функционала не присутствует. Примерно 70-80% от конечного варианта мы имеем на данный момент. Первое посещение, оценка дизайна. Когда вы запустите лаунчер, у вас появится окно загрузки лаунчера, что как бы незаурядно и непримечательно. Ладно. Где у вас происходит получение данных и поиск новых обновлений? Стоит обратить внимание на яркие цвета, в которых впоследствии будет изображен весь лаунчер и логотип по центру. Как только вы зайдете в лаунчер, перед вами будет вся информация по последним обновлениям. Ссылочки на официальные веб-ресурсы проекта, менеджер модификации, о нем мы расскажем чуть позже, поле для ввода ника, выбора сервера, полоски готовности игры к запуску и наконец сама кнопка «Играть». Также отметим работу дизайнера, который постарался на славу и сделал приятный дизайн сервера, который по стилистике схож с сайтом проекта. Список серверов и менеджер модификации. Напомним, что у Diamond ReliPlay на данный момент 8 серверов, и поэтому в лаунчере предусмотрены перемещения по ним через удобное меню, где показывается онлайн в реальном времени. Менеджер модификации же представляет собой небольшой сборник полезных плагинов и моделек для игры. Среди них присутствует сенсор фикс, выравнивает чувствительность мыши по горизонтали и вертикали, новые скины, автомобили, оружие и сайлент патч. А без понятия, что за сайлент патч, а вот, который исправляет некоторые баги ПК-версии игры. Одной лишь проблемой станет вариативность наборов модификаций. Сами модели присутствуют в HD-качестве, и только некоторый транспорт присутствует в LQ, что далеко не каждому игроку по душе. Заход в игру. И вот, мы уже добрались до самой игры. При первом заходе нас будет встречать кастомное меню загрузки игры, выполненное в стилистике проекта. Стильно, модно, молодежно. По стандарту в лаунчере уже установлена актуальная версия клиента 037R3. Также полностью переведены все надписи подключения на русский язык, и изменены цвета текста с бирюзового на белый и синий. Пакет модификаций. Также, хотим продемонстрировать вам несколько замененных моделей прямо в игре. Транспорт. Оружие. Скины. В будущем, в лаунчер также планируется внедрять больше модификаций и новинку, ожидаемую многими, голосовой чат. Единственным минусом лаунчера будет являться невозможность установить свои клео, которые не запрещены на проекте, но очень сильно упрощают жизнь. А вы бы пользовались лаунчером от проекта? И тут есть голосование, есть, так сказать, опросы у меня на моем. Вот в данном видеоролике тоже есть данное голосование, которое вылезает вот прямо сейчас. И вы там можете проголосовать. Пользовались ли вы лаунчером Diamond Rollieplay? Пользовались ли бы вы лаунчером Diamond Rollieplay, если бы играли на Diamond? Так, и я тут уже нажал, данные я получил, а вот данные с моего видоса мы соберем через некоторое время. Пожалуйста, прошу вас, поучаствуйте в данном опросе, скажите, там, играли бы вы с данного лаунчера или нет. Лично я вам хочу сказать, что нет, лаунчеры нахуй не нужны. Они абсолютно неудобны, вот именно каких-то определенных серверов, вот лично я считаю. Потому что нет ничего лучше, чем родной стандартненький лаунчер Sampo, с которого я могу зайти на абсолютно любой сервер. А то, блять, получается, что нужен лаунчер, лаунчер, лаунчер для лаунчера, лаунчер, лаунчер сервера и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это не особо удобно для большинства игроков GTA Sampo, потому что хочется, чтобы вот было как-то все универсальненько, как-то вот все в одном месте. Мы же стремимся к максимальному минимализму во всех сферах нашей жизни. А тут получается, что у нас, блять, еще больше лаунчеров, это ж пиздец. Вот как было бы, наверное, знаете, классно и весело, если бы на ютубе не пришлось подписываться на очень много разнообразных каналов по Sampo. А был вот один уникальный с качественным контентом. И это вот, наверное, только мой канал на GTA Sampo. Потому что все остальные, они, знаете, они такие, ну, возможно, еще, знаете, не только мой, там, Ангел Кассада, там, я не знаю, Эмпайр неплохо сделает, Лучега и Кейкняш. Вот чисто вот такие, знаете, универсальные каналы для разных случаев в вашей жизни. То есть для разного, вот максимально разного GTA Sampo контента. Кто-то там хочет, знаете, анальную порку в анальное отверстие, это вот, знаете, фулл-рулиплей ютуберы по типу Лучеги или Кейкняша. А кто-то хочет разговорных видеороликов, это, там, Ангел Кассада, Ям, там, Андрюха Киевский, да и много всяких вот разнообразных челов, которые также что-то подобное делают. Ну и так далее, там, подобное. А вот Лаунчер Даймонд Руллиплей, это вот именно, знаете, какая-то вот попытка монополизировать данный рынок, для того, чтобы люди такие думали, вот, которые никогда не играли в Sampo, вот, думали, блин, надо бы скачать Лаунчер. И натыкались на Лаунчер Даймонд Руллиплей и не могли бы зайти уже на какие-то другие, более лучшие или более худшие сервера, это уж решать самому игроку, который будет играть на данных серверах. Но вот лично мне непонятно, вот, позиция Даймонда, типа, какой в этом смысл, кто будет пользоваться Лаунчерами. Даже если вот посмотреть опросы на моем видео, даже если посмотреть результаты опроса Докмас Феллзу, то становится все вот очень сильно понятно. И можете даже вот сейчас проголосовать справа сверху, вот, у вас как бы, никто у вас времени не забирает, вы можете в любой удобный момент проголосовать, пока данный видеоролик еще идет. Вот, а идти он будет, наверное, не так уж и много, потому что до 10 минут 0,1 секунды я, к сожалению, не смогу дотянуть, а достаточно сложно в данном видеоролике. Да и вы знаете, много воды будет, много воды. Вы знаете, я не особо люблю воду, больше люблю, наверное, поесть. Хотя, для кого как, опять же. В общем, ладно, это было вот так кратенько про Лаунчер Даймонд Руллиплей для игры на серверах проекта Даймонд Руллиплей. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.